Эй, всем привет! Решил все-таки переснять видео по героям Уничтоженных Империй. Это замечательная игра 2006 года от, если не ошибаюсь, украинских разработчиков. В целом, боже, я ее обожаю. И, как по мне, в плане механики она даже сейчас может дать поджопник многим современным играм, потому что система развития героя, даже как это сделано на случайном сражении, это, ну, просто что-то. То есть, вот у нас, например, есть карта на 7 игроков. Сейчас мы добавим тут компьютера. Погоди-ка. Я, кстати, ни разу не пытался играть тут по мультиплееру, но, скорее всего, там придется уже... А, непосредственно больше каких-то манипуляций. Так, давай, наверное, занежить. Потому что я уже привык занежить играть. В общем, да, тут разные расы, у каждой у которых есть 3 класса. Воин, рейджер, чародей. У каждых из которых есть свои начальные навыки, заклинания уже привязанные. То есть, там какая-то внешка, какая-то анимация. Для каждого класса своя. Ну, и для каждой расы. То есть, если мы нежитью выбираем чародея, то мы будем архииличом. Если мы эльфами выбираем чародея, то мы будем друидом. Вот. Ну, давай, наверное, попробуем. Мне, в принципе, нравится еще система, где ты, получается, можешь начать развиваться, как обычно. То есть, твоего героя превращают в камень, и у тебя вокруг появляются крестьяне. И спустя, там, минут 10-20 твой герой уже появляется, но при этом у тебя уже есть отстроенная империя. Либо ты можешь начать развиваться как-то в одиночку. То есть, мы сейчас попробуем поискать каких-то мопцов. И уже на них непосредственно набить нужное количество нам опыта, уровней и всего остального. Я, конечно, не думаю, что, блин, атаковать мага будет хорошей идеей. Хотя мы могли бы, могли бы, подожди, там гнолы? Давай, наверное, против гнолов все-таки выступим. Так, туман смерти. С тумана смерти начнем? Ну, можно было бы с яда, а потом с тумана смерти. Ну, ладно, давай. Так, туман смерти, успею? Да, успел. Погоди, 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 погоди. Ой, боже мой. Так, лидера. Все, они сейчас взорвутся. Так, у нас уже им прокачался герой. То есть, мы можем сейчас выбрать одно из вот этих вот свойств. Либо мы можем пропустить, и у нас потом будет полный список. Так, медальон лепрекона. Причем, каждому герою нужны свои какие-то предметы. А в случае мага нужен урон заклинаний. Вот. Но они часто идут с каким-то дебафом. Вот. Но в данном случае... Да, начальный костяной жезл, видите, максимальное здоровье минус 30, регенерация здоровья минус 3. То есть, в принципе, мы... У нас сейчас нет регенерации здоровья. А если мы, скорее всего, экипируем этот жезл, то у нас будет каждую секунду отниматься здоровье. Ну, в общем, такое себе счастье. Так. Не знаю, регенерацию. Давай регенерацию. Так. Что еще у нас тут есть? Давай, наверное, обзор героя. Чтобы мы хотя бы видели приближающихся к нам стрелков. Вызов крестьян мы продадим. У нас уже 600 золотых из-за этого есть. Могли бы, конечно, сделать себе вызов, либо... Что у нас тут еще такое есть? Ну, ладно, я тут ничего интересного не вижу у него, поэтому пошли, наверное, поищем лавочку артефактов. Где мы уже сможем закупиться хоть как-то. Такс, ребята. Что, давайте начнем, наверное, вот с этого. На этот раз. Так, где у них главный, где у них главный? Вот, наверное. Нет, это был не главный. Это был не главный. Хотя, ладно, получилось тоже неплохо. Так, давай, аура некромантии. Нам нужно поднять вот этих всех... Я уже забыл, что у меня есть аура некромантии. Так, все, супер. Причем, чем больше у нас будет уровень, тем дальше мы сможем оживлять мертвых. Сейчас у нас, ну, как видите, довольно небольшая область. То есть нам приходится практически вплотную к мертвецам подбегать, чтобы они возродились. И потом, в дальнейшем, когда у нас будет прокачиваться уровень, то у нас, грубо говоря, чуть ли не по всей карте будут воскрешаться мертвецы. С другой стороны, скелеты, они, ну, по сути, наносят урон, но у них очень мало жизни. То есть всего 22. Это на один тычок мага. Вот. Но когда у тебя прокачиванные уровни, вроде бы как у них больше жизни. И когда их штук 900, это уже другой разговор. Так, давай. Стой, стой, стой. Туман смерти. Давай туман смерти. Так. Не знаю, скорость атаки или радиус атаки. Давай скорость. Погоди. Не знаю, может быть, последний вздох сделать. Ладно, пофиг. Давай. Оживляйтесь. Оживляйтесь, гады. Отлично. Так, у нас здоровье будет. Да, конечно, архиелечом тут быстрее всего прокачиваешься. Я пытался друидам до этого играть, но там прокачка гораздо дольше. А воинам еще тяжелее. То есть это вот только архиелеч такой дисбалансный, который там может просто всю карту вынести спокойно. Ну, потому что когда ты вокруг себя оживляешь всех мертвецов, ну, это гораздо серьезнее, чем просто какой-то там маг-друид, который может убить каких-то определенных юнитов. Так, ладно, волна яда. Давай, 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 давай. А, нет, я не смогу ее использовать. Надеюсь, моих скелетов хоть ненадолго хватит. Так, ладно, давай. Оживляйтесь, оживляйтесь. Угу, все, у нас уже есть трупы, у нас есть скелеты. Можно, кстати, магическое оружие скастовать на наших скелетиков, но я не думаю, что это даст какого-то эффекта. Так, волшебные семена. Отлично. У меня в мое прошлое прохождение вот этого заклинания не было. Оно нам сейчас конкретно так поможет. Смотри, скорость атаки плюс 15%, максимальная мана минус 50%, ну можно в принципе взять. Скорость передвижения минус 15%, нам сейчас это не подходит. Так, сила заклинания минус 3. Нет, нам это не подходит точно. Регенерация маны минус 1, ну можно в принципе пожертвовать. И тут регенерация здоровья, но плюс сила заклинаний. Браслет чародея, да, он мне нужен. Давай убьем эту крысу. Не знаю, мог бы еще раз оживить. Ну давай, наверное, так и сделаем. Раз мы тут стоим, то почему бы и нет. Так, все, ребят. Мы... А, зомбики у нас упали, скорее всего, из-за того, что время действия оживления через Туман Смерти прошло. Там как раз таки по времени все это работает. Но чем дальше мы будем по уровню, тем дольше они будут существовать. Так что сейчас... Давай, наверное, с Тумана Смерти. Не думаю, что тут уже нужна волна яда, но пофиг. Ой. Все, давай, оживляйся. Так, у нас уже есть небольшое войско. Можно, в принципе, было бы еще сделать через волшебные семена. Да, дриады появляются. Дриады это уже у нас... Ну, как вы могли, наверное, понять, у эльфов, ребята. Но... Так. В принципе, можно было бы попробовать. Давай так сделаем. Сейчас. Блин, этот еще пришел. Он тут явно лишний. Так, что мы можем сделать? Можно было бы волну яда сделать, но... Ладно, хрен с ним. Давай вот это вот. Полегче что-то запустим. Так, триады появились. О, должны были. Че-то как-то их не вижу. Так, давай, оживляй, давай, оживляйся. Аура некромантии. Вот, поднимаются. Смотри, огненная аура. Да, нам это, я думаю, в принципе, понадобится. Но это звучит, в принципе, интереснее хотя бы, чем... Вот, сейчас, что у нас там? Магическое оружие. Потому что сейчас я как-то не вижу, чтобы я его использовал. И я не буду... Не думаю, что в дальнейшем его как-то буду использовать. Так, у нас место-то есть. Давай, наверное, сейчас пойдем поищем лавку алхимика. Ой, то есть лавку алхимика. Лавку... Этого магического снаряжения. Вот, и попробуем уже сдать все, что мы тут нашли. Такс, ребят. Ну, я не знаю, даже огненные ауры вас как-то убивать или... По-другому. Зря, наверное, волшебная семена использовал. Слушай, да, зря, зря, зря. Они всех моих скелетов поубивали. Так, ладно, уйдем. Так. Ребят, что мне с вами делать? Давай, наверное, сейчас прокачаемся. Странно, что я только десятый, но... Окей. Так, туман войны. Ай, блин! Так, вот, вот тут, если использовать... Сейчас, давайте, убегайте, убегайте в сторону. Да-да-да-да-да-да-да-да. Блин, ну нам все равно не хватило урона. Как бы их так убить-то? Не знаю, можно было бы ядом... Сейчас, регенерация маны. Давай вот, используем. И последний вздох. Что у нас еще есть? Подожди, он так далеко использует? Да не может быть. Так. Ладно, пофиг, давай. О, господи, о, господи. Слушай, они реально далеко бьют. Что-то даже не ожидал. Так, может вы отвалитесь, ребят? Ну, ей-богу. Так, еще один. Сколько у него здоровья? 6, 5. Давай, оживляйся. Так, 154 здоровья у меня. Давай, наверное, регенерацию. И защ... Вот, пойдет. Что у нас тут? Скорость атаки, либо радиус атаки. Давай, наверное, радиус. Что у нас, скорость передвижения? Там, в принципе, сейчас не скорость... Не нужна была ни другое, но... Ладно, бог с ним. Так. Давай, забивайся. Это уже главное. Драконит вождь. Так, костяной жезл. И... Рунный жезл. Рунный жезл, конечно, поинтереснее будет для нас. Давай его экипируем. Так, регенерация здоровья, минус 3. Но почему тут все что-то отнимает? О, господи. Серьезно. Так, ладно, пойдем. Хм, смотри. Тут есть источник. А там мастер артефактов. Давай туда. Игра, конечно, немножко напоминает казаки. Графикой. Ну, наверное, совсем немножко. Давай, наверное, сделаем волшебные семена. Так, потом еще раз сделаем. Если, конечно, получится. Так, это мы все продаем. Причине ненадобности. Скорость атаки. Нет, 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 нет. Я не хочу это все. Так, что у тебя есть на силу заклинаний? Пожалуйста, дай мне что-то на силу заклинаний. Вот хоть что-нибудь. Обучаемость регенерации аманы. Ну, вообще, в принципе... О, господи. Так, я не думал, что это так быстро будет. Что у нас тут? Сопротивление. Радиус атаки. Давай, радиус атаки. Так, мы справились. Давай поднимать теперь их уже как мертвецов. Огненная буря. Опа-на, опа-на. Что у нас тут выпало? Я даже такого заклинания не помню. Слушай, да, да, да. Очень интересно звучит. Так, мне что-то нужно на... Я не знаю. Ну, давай обучаемость. Потому что... Если не будет обучаемости, то я тупо... Помру. Рано или поздно. Так, давай вот этот вот плащ. Сила заклинаний плюс 14. Это... Это просто что-то с чем-то. Можно было бы... Какие-нибудь... Алхимика. Вот. Плюс 5 еще силы заклинаний. И можно еще было бы плюс 6 через мантию чародея. Но я думаю, мы поищем уже тележку. А там продаются у нас кольца. И уже через кольца мы как-то сможем с вами... Что-то, что-то сделать. Зелье восстановления. Эх. Так, смотри. Угу. Давай, наверное, как тогда начнем вот с этого. Пускай они подойдут. В принципе, я не думаю, что они как-то заставят себя ждать, но... Вот. Все-таки лучше подождать. Так. Ну вот у нас призрачная башня, которую я впервые использовал. Ну, можно было бы... Ладно, давай подождем. Вот уже скоро. Я чувствую. Вот, все-все-все-все, пошли. Ясновидение. Ну, ясновидение это... Такое себе, конечно. Так, немножко мертвецов. Никогда не помешает. Змеиный пояс. Ну, кстати, неплохо. Погоди. Уклонение 80. Да, мне вот это вот нужно. Без него нас рано или поздно могут, конечно, убить. Поэтому, да. Так. Сопротивление. Сопротивление. Надо сопротивление начать собирать, потому что если не будет сопротивление, то нас очень легко убьют. Так. Все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все. Так, там вражеская армия. Сейчас, вот они. Чёртовы эльфы. Ненавижу. Ненавижу вас всех. Ну, неплохо. Я могу, конечно, их сразу же воскресить, но... Боюсь, что... Нет, нет, можно. Сейчас. Давай тогда поднимем это всё. Конечно, жалко, что я не вижу тережку. Ну, ладно. Так, ребят, давайте, помогайте мне. Так, отлично. Минус гарпия. Пошли. Опа-на, опа-на. Что это, друиды? Давай тогда оживлять. Тут довольно много трупов, как видите. Накопилось. Так, ну что, у нас уже есть небольшая своя армия. Пошли тогда искать... Не знаю, тут есть поселение орков. В принципе, в принципе, с орками я, наверное, справлюсь. Я не вижу сейчас причин, по которым я мог бы с ними не справиться. Так что давай, наверное, вот так вот сделаем. Скорость атаки. Регенерация, регенерация. Сопротивление. Давай подождем чуть-чуть. Тут довольно много трупов будет, поэтому... Я думаю... Если подождем пару минут, то ничего не случится. Давай, наверное, вот на этого последний вздох сделаем. Так, все началось. О, господи. Так. Давай, 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 давай. Угу. Поднимайтесь. Может быть, волну яда сделать? Я не думаю, конечно, что именно волны яда тут достаточно будет, но все же. Я надеюсь, они сейчас поднимутся. Да, поднялись. Отлично. Так, ребят, ну давайте вниз, спуститесь тут. Куча всего. О, зелье здоровья. Блин, я думал, у меня существовать как-то будет башня дольше. Смотри, иссушение, последний вздох. Зелье всякие разные. Зелье, 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 зелье. Так. Бесконечное действие. Отлично. Бесконечное действие. Эликсир бессмертия. Бесконечное действие. Это как? В смысле, эликсир бессмертия, бесконечное действие. А, то, что если мы умираем, то типа у нас не тратится наша жизнь. или что в этом плане имеется ввиду так давай наверно оживлять штурм молнии и такого даже не помню и глаз молний вот и тележка 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 нам тележка нужно срочно конечно мне могло бы хватить огненной ауры но блин так кольцо мага это мы продаем это мы продаем это мы тоже продаем зимний пояс на минус к силе заклинаний нам не нужен рунный и нам нужен браслет чародея который прибавляет также силы заклинаний регенерация здоровья у нас под минус сейчас будет скорее всего нет нет давай наверно сопротивление сопротивление регенерация магии регенерация здоровья скорость при движении все отлично что мы можем себе взять в браслеты за беседе она ну звучит как что-то неплохое давай может быть его возьмем но стоит 1800 я извиняюсь какого хрена давай наверное нарус защиты снимем я день вот этот я думаю мне в принципе этого хватит так ну на первое время да точно хватит все ребят давайте наверное сейчас сила атаки перчатки алхимика еще одни сразу их продадим хоть у меня будут валяться что у нас тут костяной все пошли пошли в над собирать зелье невидимости так что у нас тут есть еще интересно все все пошли будем искать тогда компьютер у нас есть армия у нас есть сильный герой у нас есть разные заклинания которые мы можем использовать поэтому мы даже могли бы с гидро их попробовать справиться но гидро это возможно уже хардкор какой-то поэтому давай начнем с этого погоди а то есть он именно на себя может это скастовать вот огненная аура и то есть опа опа на опа на ребята 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 давайте эльфы 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 ну-ка работаем по эльфам блин я бы поменял все-таки огненную ауру свою обмануть смерть зелье магии максимальная магия плюс 60 бесконечные действия отлично так что еще у нас тут интересная огонь алхимика какой-то хрен его знает давай использовать так еще одно зелье магии так что он с кольцо воина чем-то сложный компьютер так если бы я был другим героем меня бы скорее всего уже убили вот это просто вот это вот именно архи лич он довольно живучий сильный окно ты падать будешь нет шторм молнии так давай наверное что-то используем блин я даже не знаю что использовать ну давай наверное волшебная вот это 7 используем потом башню поставим сразу же куда-нибудь сюда то что где-то тут есть компьютер ребят давайте идите сажаетесь где-то где-то злостный компьютер и нам нужно его найти и убить сейчас кстати будет взрыв гаде а он на одного героя блин странно как но работает кстати мама не горюй то есть он на вокруг вот этого персонажа на которого ты сделал я опана 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 идут 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 гады все давай ладно можно оживлять так немножко вот так вот пройдемся выше чтобы оживить всех и давай вот этих сбоку тоже воскресим отлично отлично у нас появились новые друзья давайте идите на этих скелетов то есть этих лучников так регенерация здоровья плюс 240 ну пофиг давай бесконечная магия давай вот это я даже не знаю давай башню используем и на пофиг давай волшебное семя да не сюда потому что я могу так что у нас тут рунный наруч и пояс выносливости дальность видео отлично что насчет тут есть смотри-ка пофиг давай используем я думаю на жизни прибавится на нет жизни у нас не прибавилось кто-то нас атакует о господи единорог единорог ребята там единорог ну ка сразу пошли все вместе чертов проклятый единорог у него сколько жизни ну не так много 900 так ребят давайте чисто на меня агриться ну у них герой приоритете она и понятно так давай наверное начнем сразу со своей опа сразу половину войска нету это случайно не глаз магии давай тогда вот сделаем сюда вот это вот бяку и может быть огненная буря я думаю этого хватит зелья берсерка пофиг давай так полиморф полиморфа у меня никогда не было поднять нежить вау 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 мне нужна вот это поднять нежить куда я могу поставить давай вместо волшебных семян и не могу поменять полины не могу поменять так ну там снизу давай атакуй там снизу есть школа магии мы можем как раз таки уничтожить компьютера и заодно забрать заклинание смотри господи блин я повторяю игра 2006 года и если честно ну я такого фана не испытываю во многих современных играх так там что-то было интересно у нас вызов иллюзий а нет это бред так что у нас два штурма молний да вы издеваетесь давай забивай тогда вот этих ребят а чё там еще было посмотрим окаменение и чё-то еще вроде бы да 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 добивайте всех так давайте спускаетесь и ломайте здания а ты понимает стальной шлем на ручь кентавра а у меня нету место боже мой обидненько ну ладно эмическая лаборатория что у нас тут есть так давай наверное вот это продадим, вот это продадим вот это продадим это продадим, это продадим последний вздох, ладно, пускай будет иссушение волшебная у нас стоит так ну, в общем, да, я думаю мне пока что этого хватит вот давай посмотрим, как это вообще будет работать глаз молний огромный глаз ну, а что он не атакует он, наверное, как турель действует да, 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 смотри 75, 72 ну, грубо говоря, ваншотит блин, неплохо но мне не нравится он на одну цель можно сказать, работает и ну, короче, не очень слушай, можно превратиться в дракона я не думаю, что это для нас полезно потому что мы, типа, маги и какой нахрен дракон но почему бы и нет так ладно, давай сейчас, у нас вот такое заклинание есть будем устраивать геноцид эльфам так, ну, что мы можем еще сделать давай, наверное, призрачную башню потому что, почему бы и нет ломайте постройки, ребят да, молодцы это особенно забавно смотреть, как дриада уничтожает собственные постройки кстати, а вот это герой, который когда-то мог бы появиться и с которым бы мы сразились но он, видите не успел так что сейчас мы будем наблюдать в своем каменном виде, как мы уничтожаем его деревню блин, это как-то жестоко это как-то слишком жестоко давай, может быть сейчас волнояда погоди, а где у нас оживление я забыл, как оно называется поднять нежить можем его так, кстати, сделать давно уже этим заклинаниями не пользовался но оно да, оно совсем вялое я-то думал, что получше будет но вот по сравнению с вот этим вот вызовом скелетов мало что идет в сравнении поэтому учитывая, что увеличивается радиус но у них, кстати, да раньше было 24 жизни, сейчас 36 ну и, возможно, повысилась атака поэтому да ладно, давай посмотрим, как мы будем выглядеть в облике дракона скорее всего мы будем плохим драконом да и заклинания мы не можем применять ну такое слушай совсем такое себе единственный плюс, что мы можем скелетов превращать трупы в облике дракона ну и, наверное, то, что мы живучие так, а можно отменить полиморф так ну, в общем ладно, ребят, давайте активней как-то ломайте все ну, когда у тебя уже пройдет-то этот полиморф давайте в эту стройку ломайте так ну, я думаю, в принципе, им этого хватит я не думаю, что они сейчас могут восстановиться как-то после всего вот этого очень навряд ли смотри ну, вроде бы компьютер умирает только когда ты уничтожаешь именно главного героя а так, вроде бы, как он будет жить это если я ничего не путаю о, смотри сила атаки плюс 15%, отлично что у нас тут есть а, туман смерти, вот, я его искал давай тогда полиморф продадим нафиг и поставим сейчас да, ема ладно, потом поменяем у нас еще есть вариант поставить ледяную сферу она вполне неплохо работает ну, ладно нам пока что, я думаю, хватит и вот эта вот армия так я где-то видел гидру я точно где-то видел гидру не знаю, смогу ли я ее сейчас найти не смогу давай посмотрим, что у них там продается вообще, я мог бы себе корпус у меня все еще корпуса нету это как-то совсем не круто так кто-то сейчас дряд отвалился видимо, у них все-таки есть время действия так давай, наверное, вот это тогда корпус да, мы стали еще сильнее и нам нужна скорость атаки силы заклинания где у тебя сила заклинания? у тебя нету силы заклинания? больше ничего не осталось? слушай, возможно, да мы все взяли на силу заклинаний вот сапоги друидов но они у нас вроде бы как экипированы да ну, можно было бы пояс выносливости на первое время еще у меня нету шлема на силу заклинаний но я думаю, мы с вами найдем сейчас у нас 313 тысяч поэтому каких-то проблем я не думаю, что у нас так сейчас чем бы их убить-то ай, ладно полная яда ну, в целом да, я думаю, этого хватит так пошли вниз что, может оживить их? давай оживим ну, в принципе, ничего не потеряем с этого а, у нас будет небольшая прибавка к армии сколько у них уже жизни? 38 было вроде бы как 36 или я что-то путаю смотри, чей-то рудник и кто-то уничтожает часть уничтожили часть нашей армии гады такие взяли и убили моих ребят бравых так, ребята, давайте за наших надо надо отомстить это, кажется, креальца вот если снег, то скорее всего вроде бы как это территория креальцев просто когда там вылечивается ну, как это сказать территория королевства то появляется территория, свойственная этой фракции у креальцев это снег то есть такие можно сказать йети хотя у них довольно интересные герои такие монголы сейчас постой, кого бы нам нет, нет, нет давай, наверное, туман смерти сопротивление пускай радиус атаки скорость при движении сопротивление магии сопротивление рубящему регенерация здоровья радиус атаки регенерация здоровья здоровья регенерация здоровья радиус атаки магия сопротивление сопротивление Сопротивление, радиус, скорость, здоровье, сопротивление, здоровье, так, регенерация, так, это надолго! Регенерация, магия, здоровье, сопротивление, сопротивление, здоровье, регенерация, регенерация, здоровье, здоровье, скорость, здоровье, здоровье, защита, радиус, скорость, магия. Так, у нас причем повышается же еще и сила заклинаний Поэтому, что сейчас будет, я не знаю Сила заклинаний плюс 6 Давай, наверное, вот этот шлем возьмем Хотя он там немножко убирает регенерацию Но, в принципе, мы уже можем как-то с этим мириться Так, сила заклинаний плюс 5 Трисман Чародея, давай Что еще у нас тут есть? Смотри, сила заклинаний плюс 10 И меняется тип передвижения Давай То есть мы теперь становимся летающим Ну, я не против Так, сила заклинаний плюс 10 Ну, да, давай Да, да, пойдет Что у нас тут? Вроде бы как есть кираса получше Но я ее сейчас что-то не вижу Сила заклинаний 5 У нас лучше У нас плюс 14 Так что, астоловисто Так, и я вроде бы больше не вижу ничего такого интересного У нас Можно сказать, уже одетый герой Вовсю Но единственное, что, конечно, он медленный Вот Но я думаю, с этим как-то можно мириться Пошли посмотрим Че там у нас будет В принципе, я сейчас могу штормом молнии убить этих мишек Скорее всего, с одного каста Да Да Ну, я думаю, я, конечно, чуть-чуть сильнее буду Давай, наверное, скорость при движении возьмем нам этого Краски сейчас не хватает Угу А вот мы побыстрее стали Так, можно было бы, конечно, их оживить Но я думаю, я вот эти пачки сейчас убью сверху и снизу И нам этого хватит Давай тогда вот Тут сделаем так А тут вот так вот Так, ребят, вы должны были умереть Наверное, вы не знаете, но Я вам намекаю Что у нас тут? 7-7 уровень Рун огня Да, вот так вот сделаем Так, смотри, а сейчас смертвецов побольше у меня воскрешается Смотри-ка Кольцо памяти, кстати Нет, 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 ничего интересного Волшебные семена Небесный призыв Слушай А у меня таких заклинаний раньше не было даже Звучит как что-то неплохое А, давай посмотрим Так, ребят, что пошли Ну а на этом все Всем спасибо, кто смотрел Подписывайтесь, ставьте лайки И пока-пока, до скорого Субтитры сделал DimaTorzok